Всем привет! Специалисту по контекстной рекламе очень часто приходится знать кучу правил и нюансов для того, чтобы создать кампанию в Яндекс.Директе или в Google Ads, а также чтобы их оптимизировать. Для того, чтобы рассказать все нюансы контекстной рекламы, не хватит одного ролика. Однако, существует целый ряд основных правил, которых стоит придерживаться, чтобы не слить бюджеты впустую. Об этих правилах мы очень часто говорим в своих видеороликах, на своих аудиоподкастах и рассказываем также в наших статьях на нашем блоге. Однако, до сих пор существуют рекламодатели, которые нарушают эти самые основные правила. Меня зовут Алена Полюхович и в сегодняшнем ролике мы рассмотрим с вами самые основные грехи рекламодателей и как с ними бороться. Итак, первая ошибка и, собственно, с чего мы начинаем вообще настройку контекстной рекламы, это, конечно же, сбор ключевых слов. Очень часто рекламодатель хочет собрать как можно больше ключей, связанных с его товаром или же услугой. Часто можно собрать около 100 ключей, но рекламодатель может подумать, что да нет, это как-то слишком мало, нужно хотя бы там тысячу ключевых слов, а то и больше. И это неправильно, это первая ошибка. Конечно, собрать все ключевые слова, связанные с вашей темой, возможно, это не так уж и плохо. Однако, во-первых, задумайтесь, как и сколько времени вам потребуется для того, чтобы качественно проработать все эти запросы. Во-первых, если вы собираете очень огромное количество слов, то вы рискуете собрать кучу слов с нулевой частотой. А нулевая частота нам абсолютно не нужна, потому что рекламироваться по ней совершенно бессмысленно, трафика никакого от этих ключей не будет. Во-вторых, вы можете не заметить какие-то ключи, которые являются нерелевантными и которые могут генерировать нерелевантный трафик, то есть нерелевантные поисковые запросы. И это нужно учитывать и нужно подумать, сколько времени вам потребуется для того, чтобы просмотреть каждый ключ, например, из 50 тысяч и подумать, подходит он вам или нет. Во-вторых, если вы еще с частотой кое-как быстро можете разобраться, снять показатели и отсечь нулевую частотность, то вот с нецелевыми запросами здесь сложнее и часто пытаются решить это все таким радикальным способом, как применить точное соответствие. Однако это не панацея, потому что часто сами ключи могут быть полностью нерелевантными и здесь кавычки или же квадратные скобки, как в Google Ads для точного соответствия, они вам тут совершенно не помогут. Более того, данный ключ, который вы взяли в точное соответствие, может являться составной частью поискового запроса, который как раз-таки наоборот отвечает вашей теме. Но ваша реклама в ответ на такой запрос не покажется, так как вы уже отсекли этот запрос, беря фразу в кавычки и в точное соответствие, ну или в квадратные скобки для Google Ads, в общем в точное соответствие. Ну и также следующий вопрос, который стоит себе задать, это то, как вы будете группировать все эти ключи для того, чтобы прописать максимально релевантные и эффективные объявления для каждой группы ключей. Это также очень важный момент, потому что поначалу вы можете сортировать-сортировать, а потом закинете в какие-то автоматические программы для группировки слов, которая может разгруппировать их не совсем верно, и соответственно вы пропишите не совсем корректные объявления. Ну и конечно заключительным этапом, которым нужно подумать прежде, чем собирать 50 тысяч ключевых слов, это то, как же вы будете оценивать саму эффективность каждого ключа. Ведь когда у вас там 100-50 слов, то это сделать гораздо-гораздо легче, чем когда у вас там будет 10 тысяч ключей. Уже здесь проследить и проанализировать эффективность будет достаточно сложной задачей. Итак, что же нам нужно сделать, чтобы избежать этой ошибки? Во-первых, это снимать частотность, искать ключи, которые имеют хоть какую-либо частоту, а также конкуренцию в контекстной рекламе. Для этого, как собирать частотность? Для этого вам понадобится кей-коллектор, например, Wordstat, Ahrefs или же Serpstat, а также планировщик ключевых слов. Выбираете какую-либо из этих программ и снимаете показатели частотности, и те, у которых нули, явно отсекаете, они вам точно не пригодятся. И сейчас, например, я покажу вам, как это делать. Например, через Wordstat с помощью кей-коллектора. Запускаете кей-коллектор, естественно, добавляете сюда уже нужные вам ключевые слова, по которым нужно снять частотность. Либо же, если кей-коллектор вам, наоборот, искал подсказки ключевые, то они уже здесь остались, и, соответственно, вам нужно просто снять частоту. Для этого, если вам нужно снять частоту по Яндекс.Директу, то вы запускаете вот эту вот кнопочку D, сбор статистики Яндекс.Директ. Ну, конечно же, перед этим, вот здесь в регионах, вы проставляете нужный вам регион, какой вас интересует. Допустим, меня интересует Санкт-Петербург. Сохраняете изменения. И вот здесь точно так же выбираете нужный вам регион, сохранить изменения. Нажимаете на кнопочку D, выбираете объем трафика, какой вам нужен, период сбора, например, месяц. Можно, конечно, за год или за квартал, но оптимальнее всего за месяц. И нажимаете получить данные. И Wordstat, как мы видим, уже, точнее, коллектор сразу начинает собирать частотность. Появляется в этой колонке базовая частота, все частотные ключи. И мы видим уже приблизительную картину. То есть, можем отсортировать по убыванию. Видим самые высокотрафиковые ключи. И в конце будем видеть не очень. Также, если вы, например, просто ищите какой-то ключ или думаете о том, как собрать ключи, вы заходите, конечно же, в Wordstat. Здесь выбираете точно так же регион, по которому вы собираетесь искать, прописываете ключевое слово, нажимаете подобрать, к примеру. И вы видите приблизительную картину, какие сразу уже и ключи подтягивает данное слово. И видите процент показа в месяц. Кстати, если вы думаете над тем, как собирать ключевые слова, то у нас для этого есть утилита, генератор ключевых слов. А ссылку я оставлю в описании. Пользуйтесь, очень удобно. И видеоинструкция там к нему тоже есть. Так, ну а если вам нужно снять частоту для Google Ads, то коллектор здесь вам не поможет. Он снимает очень плохо, и тут придется воспользоваться планировщиком ключевых слов. Для этого мы заходим в инструменты, выбираем планировщик ключевых слов. И вот здесь выбираем количество запросов и прогнозы. Вставляем наши ключевые слова. Нажимаем на кнопочку начать. И здесь мы увидим приблизительно, а, вверху, конечно же, мы выбираем местоположение, языки, которые нас интересуют, допустим, русский. И вот здесь мы уже увидим, сколько показов по каждому слову будет, сколько приблизительно кликов, а также увидим и CTR, и стоимость, и максимальную цену за клик. Если же вы хотите, точнее, вы не снимаете сейчас по конкретным ключам, то есть вам другие ключи больше не нужны, а вы еще наоборот хотите найти какие-то дополнительные варианты ключевых слов, то тогда вам нужно воспользоваться функцией найти новые ключевые слова. Вставляете, нажимаете показать результаты, и здесь вам уже потянутся поисковые запросы по этим ключам, ну и также будет вот здесь выводиться среднее число запросов в месяц, уровень конкуренции по этому ключу, и также ставка, процент полученных показов, ну и так далее. Очень много всяких полезных функций. Кстати, если вы еще не до конца разобрались в новом интерфейсе Google Ads, не знаете все его функции, кнопочки, то тогда советую посмотреть мой предыдущий ролик, где я рассказываю подробно о каждой функции и кнопке Google Ads, за что она отвечает, как ей пользоваться и для чего. Ну, а мы с вами продолжаем, и еще я вам покажу, как можно снять частотность с помощью серпстата. Для этого мы заходим в сам серпстат, выбираем вот здесь то, почему мы будем снимать ключи, допустим, это будет Яндекс, Питер точно так же, выбираем PPC анализ, ключевые фразы, вбиваем, например, шкаф на заказ, к примеру, мы хотим узнать именно про него, ищем, и оно покажет вам ключи, сразу даже объявления, позицию, частотность и стоимость, поэтому выбирайте самый удобный для вас способ, самую удобную для вас программу, и обязательно снимайте частоту. Также не пренебрегайте искать идеи у своих конкурентов, смотреть по каким ключевым словам продвигаются они, для этого вам подойдет как Ахревс, так и серпстат, я покажу вам на примере серпстата, как можно найти ключевые слова конкурентов, заходите в серпстат, выбираете PPC анализ, выбираете ключевые слова, вот здесь выбираете URL префикс, или же просто URL, вставляете сайт своего конкурента, не забываете выбрать поисковую систему, которая вам нужна, Google или Яндекс, ну и соответственно страну, и нажимаете на кнопочку найти, и серпстат вам сейчас подтянет все ключи, по которым показывается реклама вашего конкурента, рядом она также покажет вам и объявление этого конкурента, и позицию, и частотность, и стоимость, и конкуренцию в контекстной рекламе, так что обязательно используйте этот трюк. Также не забывайте посмотреть запросы, которые приводят к регистрациям, продажам, с помощью Google аналитики, или же Яндекс метрики, а также с помощью веб-мастеров, или в Google Search Console, все эти ключи выкачите себе в отдельный файлик, и имейте их себе в виду, ну и конечно же используйте Key Collector, или же Wordstat, или же планировщик ключевых слов, для того, чтобы найти новые ключевые слова, используйте синонимы, а также подумайте, например, какие конкретно два слова, не больше приводят к вам людей на сайт. Ну и конечно же уделяйте огромное внимание минус словам, потому что это то, с помощью чего вы сможете удержать свой бюджет, а не слить его впустую. Обязательно изначально продумайте все вариации, там названия, названия конкурентов, названия товаров, организации, все что угодно, что к вам не относится, но почему могут вас гуглить, и точнее на что может показываться ваша реклама, и обязательно отминусуйте их. Также, когда вы собираете поисковые подсказки с помощью Wordstat того же, там потянется очень много ключей, некоторые из них могут быть мусорными, не забудьте почистить от дупли удалить, и удалите минус слова. Также расширьте свою географию минус слов с помощью гео, например, если вы рекламируетесь исключительно в Питере, то, ну вы знаете, что часто могут спрашивать про Москву, например, да, то обязательно исключите слово Москва, так что гео, вот обязательно подумайте, если не хотите, конечно, слить деньги. Ну и, конечно, когда вы уже непосредственно крутите рекламу, откручиваете ее, то проверяйте, желательно как можно чаще, по каким поисковым запросам показывалась ваша реклама, для того, чтобы сразу оперативно отсечь ненужные минус слова. Ну и мы переходим с вами ко второй ошибке. Вторая ошибка заключается в неверной кластеризации ключевых слов. Очень часто можно заметить, что рекламодатели стараются запихнуть в одну группу огромное количество слов, и это неправильно, потому что таким образом туда попадают ключи, которые нерелевантны друг другу. Вы можете, например, запихнуть слово туфли женские и туфли красные, но по факту они, каждое слово рассчитано на свою аудиторию, и в одной группе они как бы будут между собой, скажем так, конфликтовать именно по аудитории. Например, вы будете вести все на одну страницу, да, на просто женские туфли, ну и как бы человеку будет не особо удобно искать там конкретно красные туфли, если он хотел перейти по этому запросу. Ну или же, к примеру, вы рекламируете фотоаппараты, да, и там у вас есть фотоаппарат определенной модели, например, Canon 80D, да, и вы запихнули этот ключ вместе со всеми остальными фотоаппаратами, да, или там со всеми остальными моделями, и проставили ссылку не на конкретный фотоаппарат Canon 80D, а вообще на страницу там фотоаппаратов Canon, или фотоаппаратов Canon по скидке, или вообще там фотоаппаратов просто по скидке. Ну и, соответственно, человек искал, вбивая запрос Canon 80D, конкретный фотоаппарат, а нажимая он перейдет на страницу, где у вас все фотоаппараты в каше, или там какие-то просто акционные фотоаппараты, ну, в общем, много вариаций, И суть в том, что ему придется вручную искать дальше, где же этот его Canon 80D, и это совершенно неправильно, это понижает ваши объявления, ваш CTR, повышает количество отказов, лучше всего разбивать ключи максимально релевантно друг к другу. Ну и также, если у вас остались какие-либо ключи с очень низкой частотой, низкочастотники, то их можно определить все в одну группу, прописать для них каких-нибудь там три уникальных объявления на эту группу, которые имеют один смысл. Делать одну группу один ключ не нужно, об этом мы поговорим дальше. Не забывайте также о синонимах, то есть, например, цена, сколько стоит, стоимость, рассчитать стоимость, прайс, это все можно отнести в одну группу все такие ключи, а вот, например, доставка, все слова связаны с таким ключом, это уже будет совершенно другая группа. Ну, конечно, вы можете сказать, так может быть, зачем вообще париться с этой кластеризацией, разбивкой по группам, не легче сделать одну группу, один ключ, одно объявление? Нет, не легче, в 2020 году это уже не работает, забудьте об этом и никогда не используйте. Да, раньше действительно была такая некая идеальная формула, запрос, объявление, конкретная посадочная страница, но в 2020 году это уже не работает. Google и Яндекс стали с этим бороться, в частности, Google стал понижать выдачи такие компании и рекомендуется как в Гугле, так и в Яндексе создавать на группу до трех развернутых текстовых объявлений, которые будут содержать разные заголовки и описания, но будут релевантны ключам, и таким образом в группе должно содержаться где-то 3-10 ключевых слов, и для каждой группы вы прописываете уже свои объявления. Ну и, конечно, можно предположить, что да, можно создать по 3 разных развернутых текстовых объявлениях на одну группу, где стоит один ключ, но мне кажется, что даже самый гениальный копирайтер просто не сможет этого сделать. Ну и, конечно же, еще минус такой огромной этой стратегии, это то, что вы можете заметить, например, у таких групп это статус малопоказов, а если вы объедините эти ключи в одну группу, то увидите, что трафик по ним начнет расти. Конечно, раньше считалось, что формат одна группа, один ключ, одно объявление достаточно рабочий, это позволяло контролировать затраты на бюджет, повышать CTR, но сейчас это не работает, поэтому забудьте об этом и упростите себе сами жизнь, просто распределив ключи по релевантным группам и прописав для каждой группы по 3 развернутых текстовых объявлений, это будет гораздо-гораздо проще и эффективнее, нежели создавать одну группу, один ключ и прописывать к ней по 3 объявления, это уже не работает. Также всегда смотрите, анализируйте ключи, как они сработали и те, которые не работают, те, которые не дали вам никаких конверсий, как-то плохо кликаются, либо же генерируют мусор, в общем, удалите их просто, приостановите, поверьте, это гораздо лучше, это спасет ваш бюджет, потратится он на нужные ключи, которые приносят вам конверсии. Не бойтесь, это, конечно, очень так сложно расстаться с ключевым словом, но зачастую многие ключи, это всего лишь вариация другого основного ключевого слова, которое работает достаточно хорошо. Следующая ошибка и проблема, это работа с объявлениями, с текстами, очень часто рекламодатели ленятся прописывать качественные тексты объявлений для каждой группы. Обязательно смотрите, как рекламируются конкуренты, пишите грамотные тексты, старайтесь вводить ключ в заголовок или же в текст описания. Например, мы можем вот увидеть на этой картинке, что в Москве, например, где-то около 360 человек в месяц ищут горящие туры в Таиланд, и это высококонкурентная тема. И вы, зная то, что нужно ввести ключ в заголовок, да, мы видим, что на самом деле всего лишь один из всех рекламодателей потрудился это сделать. Или же, например, в Гугле то же самое, например, iPhone, вот на этой картинке мы видим, что купить iPhone XR, мы видим объявление Foxtrot, все вроде бы хорошо, но стоит нам вбить в Google поиски купить iPhone 11, мы видим, что правильно, то же самое объявление от Foxtrot, которое было показано нам в ответ на купить iPhone XR. То есть он не потрудился изменить свое объявление, и так делать точно не надо. Следующая проблема это слабые тексты объявлений, иначе говоря, не знание УТП. Как говорится, если ты не можешь уместить свое уникальное торговое предложение на салфетку, то оно не будет продано. И в этом есть зерно истины, потому что нужно уметь кратко в одно-два слова уместить свои преимущества, конкурентоспособность, почему лучше именно вы, а не ваш конкурент. Работать на УТП действительно нужно, нужно действительно понимать свои сильные стороны, чем вы отличаетесь от конкурента, почему именно у вас стоит купить, какие у вас преимущества. И обязательно включать это как в уточнение, так и в сам текст объявления, в заголовки. И писать самые банальные обычные тексты, как, например, надежное качество, там, не знаю, это слишком банально. Нужно показать пользователю, почему нужно купить именно у вас, почему именно вы. У вас там, например, скидки или бесплатная доставка, или там оригинал из Америки, к примеру, да, все что угодно, то, чем вы лучше. Для этого, конечно же, нужно знать хорошо свой товар, свой продукт, проанализировать также конкурентов, что используют они, и подумать, можете ли предложить это вы, или же нет. Так что обязательно уделяйте этому внимание. Также это могут быть безграмотные, непривлекательные тексты объявления. Если вы часто используете шаблон, то вы можете просто сделать какой-то такой забавный ляп, где между собой вообще слова никак не сочетаются, и это, ну, как вот здесь на примере на картинке, да, и это очень странно выглядит, так что лучше потрудитесь, потратите немного времени, но продумайте хорошие, грамотные тексты объявлений. Следующая проблема — это нерелевантные ссылки в объявлениях. То есть вы вводите конкретный запрос на конкретную модель, в объявлении указано, что да, именно эта модель продается, вы кликаете по этому объявлению, и в результате переходите вообще не туда. То есть, как, например, сделал я, написала купить iPhone 6s, да, вот здесь на первом примере, а попала вообще, вот вы видите, в другой совершенно раздел. И таким образом вы как бы говорите своему потенциальному покупателю, что, мол, ну, вам надо, вы ищите свою нужную модель. Это абсолютно неправильно. Человек не захочет, скорее всего, тратить кучу времени для того, чтобы найти в целой категории нужную ему модель, если он вписывал конкретно ее. И сейчас можно часто услышать в конкурентных темах, да, там, например, в Москве или в Киеве, да, продажи тех же iPhone, к примеру, это высококонкурентная сфера. Но можно услышать, что вот сейчас там кризис, мы сражаемся за каждого покупателя, боремся за каждого из них, но, как правило, вот видя такие объявления, куда они переводят, это, ну, как бы незаметно и не скажешь так, что вы старайтесь сделать все для того, чтобы вашему потенциальному клиенту было комфортно и чтобы он сразу попал на нужный, интересующий его товар. Так делать не надо. Ну и подытожим. В общем, пишите грамотно, избегайте слишком сложной терминологии, какого-то профессионального жаргона, сокращений, которые могут понять не все. Выбирайте ключ высокочастотный, который можно вставить в заголовок или же в текст описания. Обязательно вставляйте его. Также смотрите на объявления конкурентов. Используйте, возможно, платные программы для того, чтобы просмотреть их. Просто смотрите в поиске, как по тому или иному ключу рекламируются другие ваши конкуренты. И не тратьте времени слишком много на шаблоны, которые в результате дадут вам абсолютно безграмотный текст объявлений. Ну и сейчас мы более подробно с вами остановимся на уникальных торговых предложениях. Я уже сказала, что нужно их обязательно использовать. Использовать в тексте, использовать в уточнениях, обязательно прописывать их. И как вообще выбрать это уникальное торговое предложение. Самый простой способ это просто составить табличку, где есть в колонке вы и ваши конкуренты. И перечислить все основные особенности, которые предоставляете, например, вы. И отметить, существуют ли они у конкурентов или нет. И вот то, чего не существует у конкурентов, это и будет вашим основным УТП. То есть, например, если я буду выбирать между временем работы и ценой на установку, например, стекла защитного на смартфон, то я бы предпочла, конечно же, бесплатную установку. И, соответственно, текст объявления прописала бы как поклейка защитного стекла бесплатно. И это гарантированно привлечет ко мне больше потенциальных клиентов, нежели к моему конкуренту, который укажет, что он там работает, допустим, 24 часа в сутки. УТП может быть, конечно же, не одно, их может быть несколько, и это даже будет большим плюсом для вас. И помните, что УТП может быть применимо как конкретные услуги или товару, например, как поклейка, стекол, которые вы осуществляете, к примеру, бесплатно. И как к целому бизнесу, например, накопительные бонусы, которые позволят возвращаться вашим клиентам снова и снова. То есть, если вы пропишите, что у вас действует система скидок при накоплении бонусов, получаете бонус за каждый визит или покупку, ну, и так далее, вы понимаете. То, соответственно, клиенты больше, скорее всего, пойдут к вам, например, чем к конкуренту. Потому что, если они особенно часто бьют защитные стекла и устанавливают их часто, выгоднее делать это у вас, так как у вас есть какая-то бонусная система, а не у конкурента, который ничего на этот счет не предлагает. Следующая формула рабочая – это решение проблемы. Что это значит? Есть проблема, ваш продукт ее решает. Например, болит живот, выпей ножку, или там, устаете на работе, приходите отдохнуть в наш клуб, или течет крыша, наплавляет моя кровля, там, выход из этой ситуации, ну, что-то в этом роде. То есть, вы должны показать человеку сразу на проблему, которая его тревожит, то есть, он сразу ее видит, да, точно, у меня же течет крыша. И вы вторым заголовком показываете, что именно вы можете решить ее, ее, его проблему. Следующая формула, по которой можно строить тексты объявлений – это новинка. Новинка – наш товар решает эту проблему. Допустим, новейшее решение на рынке на плавляемые кровли, или там, новинка iPhone SE второго поколения уже в Одессе, в Цитрусе, к примеру. Используйте вот такие вот словосочетания, яркие, со словом новинка, как бы, и это тоже будет выделять ваше объявление среди конкурентов, и, скорее всего, привлечет к вам больше внимания. Следующая формула – это недостаток как преимущество. Звучит странно, да? Но это, на самом деле, очень такой рабочий метод, и сейчас, например, я покажу, что я имею в виду. Например, если вы рекламируете свой клуб, можете написать там «клуб только для самых красивых девушек или парней», или же там вы продаете бургеры, и можете писать «бургеры, которые очень быстро заканчиваются». Когда привлечь чем-то сложно, конечно, придется чем-то привлекать, что-то давать взамен. Например, если вы рекламируете клуб, то можно написать, что до 23.00 бесплатный коктейль от Барбена, или там при покупке чехла защитная пленка или стекло бесплатно, или же там со скидкой 30%. Это тоже работает. Ну, если же вы пересмотрели все и поняли, что ничего такого вы предложить не можете, чего нет у ваших конкурентов, взгляните на это с другой стороны. А что не используют ваши конкуренты? Например, если вы точно знаете, что сможете доставить пиццу именно за 30 минут, не позже, вы можете это использовать в тексте объявления, как ваше уникальное торговое предложение. Например, доставка пиццы в течение 30 минут, опоздаем пицца в подарок, или же, например, работу выполним за 20 минут, а если там задержимся, то сделаем дольше, то тоже получите какой-нибудь бонус приятный, или же подарок. Итак, если вы не можете этого выполнить, ну вот вы не уверены, что вы действительно привезете эту пиццу за 30 минут, то тогда лучше, точнее, не то, что вы не уверены, а то, что вы не сможете просто подарить пиццу, если опоздаете, привезете пиццу там за 35 минут, а не за 30, то тогда лучше, конечно, такое не прописывайте и не делайте, потому что получится очень неприятная ситуация, если ваш доставщик пиццы действительно опоздает, но деньги все равно возьмет, а не подарит ее бесплатно. Это привлечет только отрицательные негативные отзывы на вашу компанию, поэтому используйте такой трюк, пишите его, но перед этим подумайте, действительно ли вы сможете выполнить то, что вы обещаете в тексте объявления. Ну и, конечно, если вы создаете подобную акцию, или там, например, можно создать такую хитрую акцию, нашли дешевле, мы сделаем вам скидку, да, но в таком случае все работники вашей фирмы должны быть в курсе данной акции, от секретаря до кладовщика, менеджеры все, чтобы не получилось такой ситуации, чтобы вы написали такое объявление, действительно пообещали скидку, если я найду где-то дешевле, я звоню, показываю, там, да, говорю, что, а, вот, например, в Фокстроте дешевле, да, а ваш менеджер не в курсе, и скидку никакую мне делать не хочет, и даже если впоследствии скидку мне сделают, но придется мне это как-то доказывать, что вот, смотрите, действительно я это делала, вы это обещали и так далее, то как бы осадок все равно останется неприятный, поэтому помимо того, что вы должны в объявлении прописывать то, что вы действительно можете сделать, вы еще должны обязательно предупредить абсолютно всех работников о том, что вы вот такое вот делаете. Следующая ошибка, это даже грех такой, это алчность, это желание всегда быть в рекламе, это желание всегда занимать только первое место, это абсолютно непонимание, как работает компания, не отслеживание эффективности, никогда никто не анализирует, не смотрит, какие ключи сработали, какие нет, сколько вам во все это обошлось, очень часто можно видеть такую картину, что рекламодатель говорит, что да, отлично вообще, переходы по 10 рублей, там, цена за клик 10 рублей, это же дешево, вообще ерунда, конечно, круто, но когда мы видим, что из этих переходов по 10 рублей всего лишь там одна конверсия, да, и которая обошлась нам в 2000 рублей, то уже получается не такая уж и маленькая цена, более того, есть еще рекламодатели, которые всегда хотят быть именно на первом месте, вот не на второй строчке, да, а именно только на первой любой ценой, готовы платить за это кучу денег и приводит это к тому, что бюджет просто огромными темпами очень быстро съедается, и его просто может не хватить на конверсионные вполне себе ключи, которые бы привели реального покупателя, реального клиента. Следующая проблема, это желание крутиться по всем ключам в рекламе и это совершенно неправильно, потому что каждый ключ, он стоит денег, неважно конверсионный этот ключ, неконверсионный этот ключ, высокочастотный, низкочастотный, каждый ключ стоит вам денег. Как вы думаете, почему ваши конкуренты, например, используют всего лишь 30-40 ключей, не больше, но всегда находятся в топе? Почему они не используют низкочастотные ключи или околоцелевые? Ну, возможно, потому что они вообще не работают, поэтому после того, как вы запустили рекламу, дайте ей где-то открутиться недельку-две, соберите максимально полную статистику, проанализируйте данные, какие ключи к вам привели конверсии, сколько каждый ключ вам обошелся и примите решение отключить те ключи, на которые вы тратите денег больше, чем на них зарабатываете. Ну, а следующая ошибка противоположной алчности, это скупость. Часто можно услышать, как клиенты говорят, да я могу лить дешевый трафик по 1-4 рубля по информационным запросам, потому что мой целевой запрос купить айфон стоит 200 рублей, и это слишком дорого, лучше я буду платить 4 рубля за запрос, запрос там, не знаю, история появления айфонов, да, но и это огромная-огромная ошибка, потому что вы потратите на такие запросы там больше 100 тысяч рублей, а приведете себе там максимум одного клиента, и то не факт, потому что качество таких запросов, оно очень сомнительное, и это такие информационные ключи, на которые люди, если вбивают их в поиски, они вообще не настроены на покупку конкретного товара, да, и такие ключи, они годятся только для КМС, только для РСЯ, где совершенно другой принцип показа вашего объявления, и где стоимость кликов гораздо-гораздо дешевле. Помните, косвенные запросы сливают деньги, часто можно услышать от клиентов, например, которые занимаются доставкой продуктов, а включите нам ключевое слово «купить стиральный порошок». Нет, это так не работает, обязательно старайтесь объяснить своему клиенту, что нужно использовать только релевантные ключи, те, которые действительно вы предлагаете, да, и если вы продаете стиральный порошок, значит, вот тогда можете его включать, если вы просто делаете доставку продуктов, то такой общий запрос, он как бы вам совсем будет не полезен и не интересен. Всегда нужно включать не какие-то там околоцелевые общие запросы, низкочастотные, точнее вообще даже без частотности, нет, нужно включать именно те ключи, которые действительно относятся к вашей теме, к вашему услуге, к вашему бренду, и которые имеют конкурентность и частотность в контекстной рекламе. Если вы, например, продаете всего лишь там 2-3 вида самсунгов, да, планшетов и там 5 айпадов, то нет смысла использовать ключ, купить планшет, который слишком общий, который подразумевает под собой, ну, слишком разные модели, да, используйте именно конкретно все названия конкретно ваших моделей, которые вы продаете. Следующая ошибка — это выставьте мне поменьше бюджет. Если вы не знаете, то бюджет — это стоимость клика, умноженная на количество кликов. И вот здесь как бы у нас есть неизвестные, и когда спрашивают, а сколько это будет мне стоить, нужно уточнять, а сколько вы хотите клиентов. Каждый ключ стоит денег, каждый клик стоит денег, каждая конверсия, каждый показ стоит денег. Поэтому, если у вас бюджет там 1000 рублей, да, 100 тысяч слов собирать вам явно не нужно, потому что бюджета 1000 рублей на все слова не хватит. Достаточно выбрать 10 хороших слов и крутиться по ним, приводя клиентов и вписываясь в бюджет. Ну и последняя ошибка. Думают очень часто, что дешевые клики классно работают, собирают кучу слов с дешевыми кликами и надеются таким образом выловить трафик. Но, к сожалению, это не сильно-то и работает, потому что вы будете показываться не вверху, вообще можете вылететь вниз и, скорее всего, будете привлекать много информационного трафика, который не заинтересован в ваших товарах, услугах и уж тем более в их покупке. Ну и на этом мы заканчиваем наш ролик. Если он был полезен, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, вступайте в нашу телеграм-группу, где вы можете обсудить все вопросы, которые у вас наболели. Ну и до новых встреч!